Здравствуйте! В эфире новости Первоуральска, в студии Светлана Вахмянина. О главных событиях этого дня расскажу прямо сейчас. Созданный по инициативе главы Первоуральска оперативный штаб разработал комплексный план действий, чтобы не допустить обмеления Верхнешайтанского пруда и улучшить качество водоснабжения. Сегодня состоялось очередное заседание штаба, который, как отметил Игорь Кобец, провели в усиленном составе, то есть при участии депутатов, помощь которых будет заключаться в работе с обращениями от жителей. В связи с искусственным нагнетанием обстановки в социальных сетях и зачастую недостоверной информацией, которая проходит в средствах массовой информации по состоянию водоснабжения в городе Первоуральске, я принял решение наш оперштаб усилить, пригласил ряд депутатов городской думы. К сожалению, не все откликнулись, но сегодня в нашем совещании приняли участие часть депутатов, также принимал участие руководитель отделения Роспотребнадзора. По итогам заседания глава Первоуральска поручил, в частности, увеличить количество проб воды, продолжить промывку сетей и обеспечить информирование населения о ситуации с помощью соцсетей и СМИ. В числе задач штаба также круглосуточный мониторинг обстановки и оперативное реагирование на сообщения о состоянии пруда. Специалисты говорят, что с восстановлением уровня воды собственного питьевого источника не потребуется задействовать резервы других муниципалитетов. Эксперты уверены, проблемы водоснабжения в большей степени связаны с природными причинами – обмелением водохранилища, а также большим объемом работ по ремонту коммунальной инфраструктуры. Городские власти отмечают – без работ не обойтись, иначе в последующие периоды ситуация будет усложняться. Обеспечение жителей чистой и безопасной водой в администрации считают одной из главных задач. В рамках поручений главы Первоуральска данных по итогам заседания Оперштаба директор водоканала Артур Гузаиров рассказал о работах, которые сегодня были проведены сотрудниками муниципального предприятия для стабилизации ситуации с водоснабжением. Сегодня выезд пошли на пять адресов в соответствии с обращениями с жителями, которые поступают на горячую линию водоканала, либо в Айварин диспетчерскую службу. Пять адресов отобраны сегодня. Сегодня будут данные пробы переданы для проведения лабораторных исследований у Роспотребнадзор. Будут приняты свои последующие решения – либо дальнейшая промывка, либо гиперхворирование водопроводов. Также сегодня проводится ремонт водопроводов, где обнаружены утечки по двум адресам. В течение дня они будут устранены. Кроме того, мы выезжаем на адреса, где отсутствует нормативное давление на квартирных домах, для обследования насосного оборудования. После чего восстанавливаем все водоснабжение до нормативного давления. Среди оперативных мер, которые администрация предприняла для обеспечения горожан чистой водой, бесплатные подвозы воды. Дважды в неделю в два десятка дворов Первоуральска приезжает специальная машина. Как проходит раздача воды в разных районах города, и что о проблеме думают горожане, узнала наша съемочная группа. Эта машина водоканала приезжает во двор дома номер два на улице Емлина дважды в неделю, строго по расписанию. В 18 часов 15 минут она останавливается на площадке между несколькими домами. Водовоз встречают местные жители с пятилитровыми бутылками. Мы брали первое время по четыре, но мы сейчас готовим только вот на этой воде, потому что если сготовишь на обычной воде, она в суп даже прокисает все вот это. Поэтому вот мы берем по шесть бутылок пятилитровых за раз. Через несколько минут очередь исчезает, но машина не уезжает. По расписанию она должна провести здесь час. За это время за водой приходят еще десяток местных жителей. С утра набираем воду на магнитке на скважине и объезжаем по пять, по шесть точек в день. Стоим где-то около часа. Мы набираем по пять кубов. Ну, на день хватает даже. Немножко остается. Всего в маршрутном листе машины с питьевой водой 20 адресов. От улицы Сака и Ванцети до Емлина. На каждый водовоз приезжает дважды в неделю. Это одна из оперативных мер, предпринятых администрацией Первоуральска после ухудшения качества водопроводной воды из-за обмеления Верхнешайтанского пруда. У меня мама-блокадница, за которой я ухаживаю, ей 87-й год. Без чистой воды она, ну, прошу прощения, как-то плохо очень себя чувствует. И вот это вот на самом деле спасение. Это спасение и великолепная помощь. Ну, все равно вода будет лучше. Хуже, по-моему, уже не будет. Ну, там в других городах показывают, там, ну, коричневая вода бежит. Это вообще не в Моготуфе. А мы, я считаю, ну, почти нормально. Вопрос качества воды остается на особом контроле администрации Первоуральска. В ежедневном режиме оперативный штаб, созданный по поручению главы Игоря Копца, отслеживает ситуацию во всех районах города. Сотрудники водоканала принимают жалобы от горожан и в указанных адресах проводят заборы воды. Если по результатам исследования в воде находят превышение каких-либо показателей, специалисты проводят промывку внутриквартальных и внутридомовых сетей. Городские власти заверяют, до тех пор, пока качество воды не восстановится, во дворы Первоуральцев дважды в неделю будет приезжать машина с питьевой водой. Николай Свердлов, Дмитрий Хромцов, Новости Первоуральск. Серьезное ДТП произошло сегодня в Первоуральске. В микрорайоне Талец столкнулись Рено и ГАЗ. Авария произошла около полудня. Буквально через 20 минут в городе образовались пробки. Автомашина Рено двигался со стороны города Первоуральска в сторону микрорайона Талеца. Талица. Автомашинный газ двигался со стороны микрорайона Талица в сторону города Первого Уральска. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится разбирательство. По предварительной информации водитель черной легковушки выехал на встречную полосу и не смог избежать лобового столкновения. Удар был такой силой, что газель отбросила на отбойник. Как говорят очевидцы, водитель грузовика перевозил три газовых баллона. На одном из них от удара сорвало вентиль. В момент столкновения на спидометре легковушки стрелка замерла на отметке 100 км в час. Обоих водителей доставили в городскую больницу. Водителя Рено госпитализировали в травматологическое отделение. Водитель газели, к счастью, сильно не пострадал. Узнала, что папа попал в аварию и пришла сюда. Он водитель с многолетним опытом, с большим стажем ездил на грузовой, на легковой машине всю жизнь. Папа просто в шоковом состоянии. Трехлетний ребенок упал в траншею на месте коммунальных раскопок. Происшествие случилось в одном из дворов на улице Вайнера. Мать пострадавшего мальчика уже обратилась за помощью к медикам. Подробнее в сюжете Дмитрия Солюкова. И вот поручи, за которые схватился мой ребенок. Соответственно, раз он сломан, он упал. Мой ребенок он туда юркнул. Юлия до сих пор не может прийти в себя после случившегося. Говорит, в тот момент думала, как помочь трехлетнему сыну выбраться из траншеи. Я не знала, что делать. У меня был просто дикий шок. Я закричала на всю улицу. Матвей, соответственно, тоже закричал, испугался. На встречу, благо, шел дяденька. Дай бог ему крепкого здоровья. Он туда просто прыгнул. Вытащил ребенка моего. И вот спасибо ему еще раз за это. Сейчас трехлетний Матвей в порядке. О происшествии напоминает только царапина на щеке. Плечиком стукнулся? Да. Больно было? Да. Ты плакал? Да. После случившегося Юлия решила показать ребенка врачу. Вместе с сыном девушка отправилась в травмпункт городской больницы. Врач сказал, что как бы все в порядке. Ушиб, мягкие ткани лица, но дал направление к неврологу, чтобы нам обязательно сделали УЗИ головного мозга, чтобы исключить серьезных травм. Если мало ли что-то будет не то, то нам пропишут соответствующее лечение. Как рассказывают местные жители, тротуар во дворе на улице Вайнера коммунальщики перекопали еще летом. Тогда рабочие огородили траншею сеткой и установили фонари. Затем все это то пропадало, то появлялось. Сейчас здесь вновь есть поручни и освещение. Бывают ситуации, когда снимают освещение, доски снимают, но мы стараемся восстанавливать это все оперативно для безопасности жителей. Наша организация приносит извинения жителям за доставленные они удобства. Закончить работы в этом дворе коммунальщики планируют до конца месяца. Обещают восстановить тротуар, а Юлия с ребенком ждет визита к неврологу. Говорит, если у Матвея подтвердится сотрясение головного мозга, обратиться в прокуратуру, чтобы наказать виновных. И чтобы подобные случаи больше не происходили. Дмитрий Солюков, Андрей Волков и Денис Хромцов. Новости Первоуральск. Две тысячи педагогов школ и детских садов Первоуральска готовятся отметить свой профессиональный праздник – День Учителя. В торжественной церемонии, которая состоялась уже сегодня, приняли участие представители городских и областных властей. Плеяда учителей Первоуральска, она всегда в первых рядах лучших учителей Свердловской области. Поэтому самые искренние поздравления с Днем Учителя. Я хотела бы пожелать вам всем крепкого здоровья. Я хотела бы пожелать вам благодарных учеников. Я сердечно вас хочу поздравить с наступающим праздником и поздравить не только тех, кто сегодня в этом зале, а тех, кто на своем рабочем месте дает знания и воспитывает подрастающее поколение нашего города. В этом году праздник «Двойной День Учителя» совпал с круглой датой для системы образования Первоуральска, созданной 90 лет назад. На церемонии в инновационном культурном центре собрались полторы сотни специалистов. Здесь чествуют молодых преподавателей и благодарят за верность к профессии работников со стажем у многих он более 40 лет, а также ветеранов педагогического труда. По традиции, накануне Дня Учителя подводят итоги конкурса «Учитель года», в котором по решению главы города учредили новую номинацию в честь педагогов доп. образования. Награду в ней получает Анастасия Серебренникова. Воспитателем года становится сотрудница 10-го детсада Оксана Батуева, а Учителем года – преподаватель истории и общества знания 21-го лицея Анастасия Торопова. Каждая победительница конкурса «Учитель года» получила сертификат на 300 тысяч рублей. «Вот как раз с ребятами мы стараемся заниматься тем, что им интересно. Я думаю, что это и стало причиной, почему удалось провести открытый урок хорошо, на котором были жюри, и мастер-класс. Мне самой интересно, и поэтому и детям интересно, и мы как-то все вместе работаем». Прогулка для здоровья. Первоуральские металлурги приняли участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». И тем самым начали неделю здорового сердца. Цель – повышение осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях и способах их профилактики. Подробнее в сюжете. Тренировка равновесия, повышение объема легких, улучшение работы сердца и общего физического состояния. Все это – польза от обычной прогулки, на которую вышли новотрубники. «Можно радоваться птицам, можно просто веселиться, можно воздухом дышать, вместе весело шагать». Около 60 сотрудников Первоуральского новотрубного завода вышли поддержать ежегодную всероссийскую акцию «10 тысяч шагов к жизни», которая приурочена к Всемирному дню сердца. Среди участников сотрудники – представители Совета молодежи, Совета ветеранов и правкома предприятия. «Данная акция очень полезна, она направлена на укрепление нашего здоровья, привлечь внимание к занятию спортом, вести здоровый образ жизни. Очень правильная и нужная акция, поэтому, конечно, принимаем участие всей семьей». «Акция проходит в прекрасном месте, в чистом месте. Тоже мы ходим по тропе здоровья, дышим свежим воздухом. Это для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, потому что наше предприятие следит за нашим здоровьем, заботится о нас». Участникам предстоит преодолеть дистанцию в полтора километра. Местом для прогулки выбрали тропу здоровья на корпоративной базе отдыха «Сосновый бор». Единственное условие для участников – идти в свое удовольствие. «Участники идут по тропе здоровья, измеряют давление, отвечают на загадки, которые связаны со здоровьем, выполняют упражнения, дышат воздухом, а активная ходьба, и тем более с друзьями, она повышает настроение». После прогулки потраченную энергию восстанавливают полезным блюдом – полевой кашей. «Люди прошли тропу здоровья, они наверняка проголодались, уже время обеденное. Здоровая, вкусная каша с мясом, белок. Нужно восстанавливаться. Я считаю, что это вообще такое замечательное завершение данного мероприятия». Но прогулка в «Сосновом лесу» – лишь начало корпоративной недели здорового сердца. Принять участие в ней может любой желающий. Главное – выполнять все задания, которые помогают улучшить здоровье. «Мы в течение всей недели должны замерять свой пульс, давление можно замерить, обязательно 10 тысяч шагов пройти ежедневно, все это выставлять на МОБИТУЮ и делать хэштеги». Также акция предусматривает отказ от курения и употребления алкоголя и переход на полезное питание. Для этого в заводских столовых действует программа ТМК «Тарелка здоровья». В меню включены блюда из овощей и фруктов. При их выборе сотрудник получает компенсацию за питание. «Решил принять участие именно потому, что я как раз-таки очень ценю здоровый образ жизни. Я хожу на работу пешком. День я прохаживаю где-то от 10 до 15 тысяч шагов. И под эту ветку я попадаю. Поэтому есть отличная возможность принять в этом участие». Участники, набравшие максимальное количество лайков к своим ежедневным здоровым отчетам, получат подарки от корпоративного университета ТМК «ТУЮ». Суперприз для успешно прошедших все испытания – путевка в любую корпоративную здравницу на 10 дней. Счастливчика определит жеребьевка. Виталий Мотин, Дмитрий Солюков, Денис Хромцов. Новости. Первоуральск. На этом выпуск новостей завершен. О других интересных событиях сообщайте в редакцию по телефону 649292. Все сюжеты и программы ищите на нашем сайте первомедиа.ру, а также на официальных страницах телекомпаний в социальных сетях. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин